Привет, друзья! Хочу вас предостеречь от выбора комплектующих, ну или вообще чего бы то ни было, по отзывам. На днях я получил письмо от накрутчиков, предлагающих увеличить количество положительных отзывов на популярных ресурсах. Отзовик, Елбукинг, Гугл, Яндекс и прочее. Я вступил с ними в переписку, чтобы узнать подробности, как они собираются удалять негативные отзывы, что они тоже обещали делать. И могут ли писать позитивные, но с оценкой 3-4, чтобы выглядело естественно. Выяснилось, что негатив удаляется, но не везде, не всегда, не 100%. Но методика есть. Массово отправляются жалобы, и на картах с большей долей вероятностью отзывы будут удалены. На других ресурсах иначе, но тоже через претензии. Ну и, конечно же, обещали накрутить негативы конкурентам. Можно было бы подумать, что обманут, но оплата по факту. И вот как при таком раскладе можно делать анализ продукции, основываясь на отзывах? Думаю, лучше выбрать себе другой ориентир. Должно успокаивать только одно. Откровенный хлам все же не скроешь в современном мире. Сменим тему. У меня есть ответ на вопрос, почему шестое поколение процессоров Intel до сих пор не только продается наравне с другими, с более современными процессорами, еще и производится. Выяснилось, что Intel давно бы бросили производство Skylake, если бы не Windows 7. Так как шестое поколение процессоров Intel официально последнее поколение, поддерживающее Windows 7, процессоры будут выпускаться, пока существует система. Вернее, до полного окончания поддержки. Это тот самый ключевой для всех технологических компаний год. 2020-й. Очень много запланировано на этот год. У компании AMD выйдет архитектура Zen 3, предварительно последняя для процессоров Ryzen, которые можно установить в соке Тайм 4. Apple откажется от процессоров Intel, и не только от них, как выяснилось на днях, еще откажутся от Bluetooth и Wi-Fi-модулей производства Intel в iPhone. Сами же Intel планируют выпустить в 2020 году свою первую дискретную видеокарту, которая вполне может быть не в виде PCI-карточки, а как интегрированное решение, вроде сегодняшнего Kaby Lake G с Vega. Ну а сегодня они обратили внимание на то, что отстают от AMD по встроенной графике, и уже собираются делать фокус на встройке именно в младших процессорах, где она востребована больше всего. Что они туда собираются ставить, вместо уже существующего решения, пока неизвестно. Может, Раджа уже что-то придумал, а может, отдадут свою более мощную Iris Plus или Pro. Она значительно превосходит HD 630 по вычислительным модулям. AMD понимает, что встройка у них хорошая, и из невыпущенных мобильных процессоров у них осталась парочка Ryzen, 2800H и 2600H. По аналогии с интеловскими H, бывшими HQ, процессорами Q убрали, так как это означало Quad, а на сегодня большая часть их шестиядерные. Ну а AMD-шные старшие проццы будут четырехъядерными, и по сути это аналоги настольных 2400G и 2200G. В базе CompuBench отметился 2800H, где размещена Vega 11, и в сравнении с настольным 2400G, с такой же встройкой, отставание заметно. Тестируются возможности Vega, естественно. В родственном GFXBench показатели спорные, если обратить внимание на закадровую производительность. Но данных мало, и в каких условиях проводится тест, не ясно. Ну вот что у нас получается. Дисктоп на APU считается средством экономии, и собрал себе комп без видюхи, для каких-то определенных нужд хватает, и хорошо. А тут то же самое, но похоже процессор будет в недешевых ноутбуках. Он же, в общем-то, как старший, в недорогие устройства не поставят. У AMD есть сейчас два варианта для ноутбуков. Четырехъядерные со встройкой, и все пока в ультрабуках. Ну, вы помните, в тесте таких ноутбуков я уже про это говорил. Второй вариант — это дистопное железо в производительных ноутбуках горячо и громко. Чего-то среднего и по доступной цене на новом железе попросту нет. Все недорогие решения — это NVIDIA плюс Intel. И я бы рассмотрел вариант 2800H без дискретки в пределах 40 тысяч рублей. Но не думаю, что это будет возможно. Скорее всего, это опять будет решение для недешевых ультрабуков, только немного производительнее. Что бы там ни было, когда компьютеры на базе новых APU выйдут, я уверен, что их можно будет приобрести в одном из магазинов партнеров Letyshops и получить кэшбэк. Если друзья и близкие постоянно просят вас купить им что-нибудь в интернете, с кэшбэком от Letyshops вы можете возвращать часть стоимости этих покупок на свой счет в качестве небольшой материальной компенсации за ваши потраченные силы и время. А там, глядишь, и на что-нибудь полезное для себя накопите. Ссылки в описании. Бизнес-стратегия компании ARM — это работа над архитектурой, создание процессорных ядер и лицензирование компаниям, которые на основе этих наработок будут создавать и производить собственный процессор. Это Mediatek, Qualcomm, Samsung, Apple и некоторые другие. Видимо, идея универсальности ядер Zen настолько нравится компании AMD, что она решила пойти по тому же пути. Слухи о том, что китайская компания Haigon собирается выпускать собственный X86-процессор Diana на базе архитектуры Zen, витают в воздухе уже давно. И вот это произошло. AMD прибегла к какой-то сложной схеме, чтобы обойти ограничение кросс-лицензионных соглашений, создала несколько совместных предприятий в Китае, в которых имеет до 51% акций. При производстве процессоров на разных этапах они должны между этими предприятиями перемещаться. В конечном итоге Китай всё равно не сможет их экспортировать. Но дело дан ход, производство уже началось, а разработчики Linux ядра уже обеспечили ему поддержку банальной заменой двух строчек. Название производителя и имя процессора в драйвере для существующих AMD Epic. Производительность, полагаю, будет также идентичной. Но это будут собственные эпики китайского производства, со всеми преференциями для китайского продукта на родном рынке. Да и возможные санкции со стороны США будут не так болезненны, если Китай сможет сам себя обеспечить достаточно мощными процессорами с распространенной архитектурой. Прогнозы смерти X86 и триумфального шествия ARM не оправдались. Корпоративный рынок не принимает. Qualcomm сдулись, что будет с компанией Ampere увидим, но пока нет никаких известий. И китайцы сделали ставку на X86. Там еще должны к тому же 2020 году показать конкурентные дисктопные решения. Опять же, аналоги AMD, но китайские. Будет ли это интересно для нас? Ну, посмотрим. На сегодня все. Пока! Пока!